всем привет дорогие друзья у нас сегодня новый день на море наконец-таки после трехдневного шторма море более-менее успокоилась уже можно спокойно спускаться идти купаться сейчас мы на лежачках устроимся как всегда наш утр начинается с завтрака в общем не знаю здесь уникальный уникальный воздух уникальная природа ложишься спать в 12 половина первого я ложусь вами конечно же раньше и встаю в любом случае всем утра все глаза уже открываются дом у меня такого в принципе не бывает а здесь 7 сама самостоятельно без будильника и посмотреть как там у нас обстановка что у нас там происходит как море плавают и плавают в общем пойдемте на завтрак ну что завтрак завтрак здесь небольшой шведский стол могу выбор такой небольшой но как бы все равно голодными не останетесь в ванне к таких такие куриные котлетки здесь это маленький типа наггетсов над куриные котлетки у меня тоже такие же куриные котлетки морковка кофе заказала американо и чай чай и кофе чай и кофе все вместе чем я сейчас сделала уже утренний заплыв но ваня разумеется в такие волны не пойдет я немножко поплава волна волнуется но не сильно ваня вчера купили машинку чтобы было чем заняться вот так нравится и ванне нравится да вода заливается прям довольно счастливой но водичка немножко прохладно окажется сперва а потом ничего так отошла сейчас сторонку потому что у нас там людей многовато чтобы с вами поболтать немножко что сейчас знаете так много комментариев из столе на вот жалко вот что с турцией не получилось и что вот вы в крыму что если бы турция была открыта вы бы в турцию поехали я вот знаете все время не понимаю почему люди сравнивают абсолютно два разных уголка по климату по внешним каких каким-то данным и все остальное там вот знаете вот сравнивать там сочи она прям там турция грец испания везде прекрасно везде в любом уголке везде прекрасный везде есть свои плюсы свои минусы да возможно здесь высокие цены там допустим может быть в анапе ниже да случае мне кажется приблизительно такие же цены как и здесь потому что мы как-то ездили там тоже знаете совершенно не дешево вот крым вот до вот прошлого года я вообще никогда в жизни не рассматривала для поездок то есть мне было вообще не интересно когда говорили про крым и за счет того что вот какая-то такая агрессия идет со стороны многих вот как раз кто пишет ой я в крыль не ногой там совок совком и все такое я поэтому даже никогда не рассматривала и не думала что я хочу поехать в крым и мне там понравится но в том году вот слава богу сестрой мы выехали я влюбилась в этот райский уголок вот в южный берег крыма южный вот везде где я была я рубка и алушта и я утром а то есть мне везде гурзу везде дико понравилось вот на самом деле реально понравилось здесь природа и уникальный климат вот спрашивают влажно здесь или невлажно я сейчас стою на берегу моря но здесь абсолютно не влажно климат здесь сухой знаете как бывает влажная сауна когда заходишь там поддают водички и прям пар так у со всех висит вот именно вот такой вот климат он сочи для меня то есть я приезжаю там вот при такой вот температуре допустим 30 градусов я буду вся мокрая ходить в каплях и будет все тело важно мне вот такой климат не нравится не подходит а для кого-то он идеален вот здесь климат сухой то есть я стою мне абсолютно как бы не жарко и никогда здесь не бывает так что там декотно идешь или еще что-то нет здесь такого нет здесь очень очень духу вот это вот все переносится а если ты попадаешь куда-нибудь в сосновую вот какую-то такую рощу местах сосновая где много-много этих вот и кипарисы и сосны и можжевельник и чего здесь только нет как это вообще такой кайф то есть в сочетании с морским воздухом вот этот вот еще сосновый аромат это безумно безумно приятно поэтому то что там жалеешь не жалеешь даже речи не может быть я наслаждаюсь каждым днем мне абсолютно не хочется отсюда уезжать потому что мне здесь вот реально дико нравится нравится здесь в нашем месте нравится вот понравилось очень-очень получше профессорском уголке прямо все шикарнейшее место я даже подумываю с первого числа должен открыться вот этот аквапарк который вам показывала миндальная роща даже подумал снять номер на один день перед отъездом то что мы 2 числа уже уезжаем и остановиться мы не знаем знаете что пугать не пугает а не охота просто собирать чемодан два раза то здесь соберешь туда приедешь на один день на следующий день опять собирать но либо его там вообще не разбирать вот только через этот момент в общем я в раздумьях нахожусь не знаю сделать так или не сделать ну вы же знаете мы авантюристы может быть и сделаем а если минусы искать то минусы тоже везде есть в любом отдыхе есть минусы есть плюсы вот так вот что прям вот вообще было вот идеально на все сто процентов вот даже я сперва загорелась вот этот отель моря вам показывала считается одним из лучших в алуште а потом мы вчера вот походили поподнимались на там машинки курсируют да нам тоже не всегда машинку там эту будешь дать будешь ходить по горам по долам тоже не есть хорошо для меня то есть я допустим хотела маму сюда отправить но поняла что для нее будет сложно допустим в этом отеле ходить то есть нужно все таки чтобы ступенек не было для пенсионеров поэтому господа каждый выбирает для себя то что ему нравится нравится испания ради бога нравится италия ради бога возвращается каждый туда где ему нравится а я обычно второй раз в одно и то же место не возвращаюсь потому что мне хочется посмотреть как можно больше интересных мест забрались мы к нам на крышу и здесь вся санта-барбара полном объеме там внизу уже у нас налили небольшой бассейн для детей пяти лет до высоко до подходить и вот так вот прям можно посмотреть смотрите дорожка и вот крайнее здание считаете все заканчивается наш небольшой поселочек утес вот этот я показывал вам строящийся гостиница какая-то еще запустится но это вот уже зеленое здание тоже вторая линия то есть чуть-чуть спускаться придется первая линия это вот это сдается практически все здесь большой плюс у лотоса в том что вот такой вот пирс он вроде бы кажется неудачный такой да как выпуклый но вот у этих у всех он вообще маленький когда поднимается большая волна затапливает все а этот как бы служит преградой то есть волна вот до берега не доходит вот это вот у него большой плюс сегодня дети у детей там это знаете как называется они они считают что-то у них мини бассейн вон так концу можно подойти там принять душ туда волна ударяются я подхожу я правда попала сейчас на неохота брать из-за камеры камеру номере оставила можно было бы поснимать море сегодня хорошая чистенько все видно там но дети все не видеть в ударе но мы сегодня если во второй половине дня поедем тоже можно взять плавки в гурзуфе тоже можно покупаться обед сегодня знаете что пауэрбанки будем есть пауэрбанки но на самом деле сейчас покажу что мы будем ждем ждем так как здесь все готовят то соответственно немножко долго получается но у лена смотрите какой красивый греческий салат хоть посмотрите странно я говорила есть не хочу уже потихонечку так это слюна это сша чем а это бальзамический наверное соус да они сверху черный коричневый но не знаю в общем выглядит аппетитно приятного аппетита но у меня сегодня на обед наконец-таки кофе глиссе но кстати у них красивая подача кофе у лены капучино смотрите кого красивый за айла латы латы на у меня глиссе или грязь и в общем мороженое прямо видно что мороженое тает игру восточной глиссе они там не молоко какой нибудь давайте попробуем да в макдональдсе сам и вообще вот у них кофе тоже самое лучше чем у всех остальных но здесь тоже неплохо я хочу сказать у меня вот если брать кофе самый любимый кофе глиссе не очень люблю с молоком после того как в египте отравилась с молоком брала и я прям что-то побаиваю теперь везде брать хотя как говорится это может быть один раз и просто на жаре ясное дело что там у них молоко может быть испорчено было но мы все еще ждем нашу вот здесь вот смотрите вот такие вот порции а сколько стоит кто помнит никимаус это 200 с чем-то да по-моему или 100 с чем-то ну в общем ладно сейчас счет будет под потом вам покажу но в районе 200 рублей может чуть дешевле в общем две куриных котлетки и картошечка пюре сделано все в виде микки мауса и общем у детей на ура улетает вон ромка уже все съел а ваня он тоже ведь показывает у него всегда он как это что-то есть у него лайк сразу же тут же так но у меня прям тоже запах здесь очень аппетитники вот такие вот сегодня какие-то макарошки с сыром с грибами и с курицей причем макароны по моему собственного производства не не фитучини как-то они тияли 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 как-то я заказывала да ну не знаю сама паста называется фитучини ну в общем то как бы я хочу сказать что у нас здесь по всей видимости какая-то домашняя потому что она такого цвета желтенького именно как домашняя должна быть в общем кто кушать всем приятного аппетита показываю счет микки маус 270 стоил объекты такое а хлеб 5 рублей значит вот у меня талия талия тели никак не могла выговорить пасту мою 350 рублей глиссе 250 сок по 70 рублей всего к плате 1122 вот пообедать 1100 рублей монеты наелся ты наелся не наелся монеты так и не поняла не не членораздельно чем там наелся не наелся но я вам даже еще пока что не доела наелась вкусно все очень в меню такое мороженое называется сникерс я думала что это такой знаете сейчас сникерс принесут они как себя сушки наелся две котлеты наелся думала что сникерс как у нас продаются в магазине типа ваунте сникерс а здесь вот так вот делают все с шоколадом с орешком такая красота давай них по маму на диете маме нельзя в снигерсе должен должна быть карамель а там шоколад а там мне кажется карамель он натянется сейчас ваня съела натянется шоколад такой шоколад такой тянущий тянется карамель обычно тянется вкусно ну что дорогие друзья приехали мы наконец-таки в гурзуф значит от утеса от нашего поселка до гурзуфа ехали мы минут 15 где-то заплатили за такси 443 рубля нам объяснил такси что утес относится к алуште а гурзуф это уже совершенно другое направление поэтому в алушту несмотря на то что туда ехать чуть дальше обходится дешевле на 20 рублей дорога ну сейчас мы с вами посмотрим чем живет гурзуф что здесь интересно интересно допустим я смотрю уже какой-то интересный такой мотоцикл стоит да это типа развозчик какой-то ну в общем как нас объяснили как нам объяснили нас привезли практически к самой набережной сушка стоит такой как вы думаете это фонтан такой и ну или не запущены или просто это какие-то грядки здесь деревом в общем что-то такое симпатичное нас встречает столовые разнообразные вот здесь вот сюда надо куда-то вниз идти к набережной как дубай дубай приехали в дубай ехали в гурзуф приехали в дубай так сразу же встречает магазинчик тут же небольшие палаточки сувенир на но и сувениров здесь обычно вот символикой крыма маечки футболочки магнитики самые разнообразные 8 сувенирная продукция любая сувенирная продукция нам кафе не на там внизу набережная мы идем но здесь вот действительно очень скользкие ступеньки я помню здесь когда-то подскользнулась когда была последний раз поэтому лучше держаться а здесь нас уже встречают какие-то скульптуры сейчас посмотрим что это у нас стоим что это у нас за скульптуры такие чехов наверное здесь же в гурзуфе дача чехова ланьки не скачи вот эти какие подъемы давайте посмотрим кто это кто это кто это с кем это сидит слушать а по-моему вот сюда вот куда-то домик чехова это дача чехова но это художник какой-то сидит с мольбертом не знаю здесь видите там мольберт кто коровин коровина понятно темные мои люди не знаем кто такой коровина так ухты смотрите катамараны работают а вы плавать умеете на катамаране здесь он ведь мини-гостиница уже реклама какая-то идет и я хочу сказать сколько людей в гурзуфе то людей здесь порядочно много людей идет прям оживление такое черешня здесь 220 в общем сами цены все видите подешевле чем в нашем районе стоит здесь людей побольше ух слушайте там один на одном лежат внизу на пляже ну пойдемте посмотрим на музыкальных инструментах здесь играют видишь вань как можно на деревяшках играть в общем здесь такая это оживленная торговля сразу идешь и очень-очень оживленная торговля мальчик то я смотрю какие-то фигурки здесь ну вот такого вот здесь много очень что разные тарелочки расписные котики здесь тоже все а это кстати чехов кафе чехов тоже встречают вот эти вот все рубашечки которые которые пляжные рубашечки ну вот она баня идите сюда вот мы вышли на набережную сейчас с вами посмотрим какая водичка корабль какого корабля большими чем людей здесь много папа позже купим здесь очень много народа мне вот почему нам прошлый раз как-то гурзуф не зашел с оксаной мы приехали увидели какое количество людей из тоже с удовольствием уехали в олубку в сон на море где людей практически не было но это кому какой отдых нужен кто какой отдых любит море здесь ведь такое мутноватое мы у нас от нас уезжали чистенькая потом я приеду наверно будет уже поздно вы посмотрите сейчас я просто показать здесь кто во что гораст кто с чем лежит а камушки кстати розовые обратите внимание камушки розовые мы с вами видели где-то такой розовый уже пляж пойдемте дальше вот здесь продают именные ложки какие-то картинки вот смотрите какие красивые прям призаж 350 рублей это именно с фотографиями или нарисованы не знают они лавандовые поля а вот это вот наверно что-то дача чехова сфотографирована так красиво может быть да именные браслеты так но дети как всегда что-то здесь уже для себя нашли интересное довольно счастливый теперь чтобы имя свое не забыть до 100 рублей я говорю в день вот это вот 500 рублей на игрушки закладывать если если хочется детей своих порадовать так ну что вот по поводу пляжа ближе туда к причалу вот сейчас мы прошли с вами две пляжных зоны людей больше вот здесь вот я смотрю с лежаками людей поменьше и прям такой розовый здесь камушек ротик ток купил рома себе вернее мама лена купила роме значки здесь на значки такие знаете интересные две мамы лены можно всегда загадывать желание пройдешь на вариант желание сбудутся так здесь опять вот следующий пляжик прям прошли мы чуть-чуть вперед людей уже побольше есть вот какая-то отдельная такая часть которая с деревянными настилами где стоят лежаки ну и соответственно возле моря непосредственно люди лежат мы пойдемте еще дальше пройдем посмотрим интересно мы прошли вот ворота закрыты и люди знаете как перила и написано пляж закрыт а люди перелазят через вот эти вот перила и идут туда вот здесь вот смотрю людей уже поменьше становится чем дальше сам хочу увидеть и женщина перелазить вот здесь мы идем и смотрим что здесь пустые пляжи практически никого нет прям так как мы любим но попасть туда тут закрыта и попасть можно вот через вот этот вот парапет перелезть как а вон там уже людей больше там уже соответственно значит другая ситуация а так а здесь яблоко негде упасть там где можно пройти тут яблоко негде упасть а там где пройти нельзя соответственно людей мало и здесь кстати и здесь кстати камни уже не розовый вот мы с вами все шли розовые розовые камни были а здесь уже просто обычные камни и людей уже много ну что взялись с собой палку чтобы телефон не уронить что ваня да не надо так надевай ну вот почему мне не нравится допустим такие пляжи ножки рома я пойду поснимать потому что народу здесь много кто-то должен находиться смотреть за вещами потому что допустим у нас закрытая территория я знаю что там вещи никто не возьмет а здесь бог его знает отдыхают разные люди так уже особо не оставишь ну пойдемте посмотрим с вами воду какой заход в воду я вот здесь вижу что здесь уже такой мелкий кусочек у нас крупные камни а здесь сначала мел мелкий кусочек а потом идут такие мелкие камушки вот так вот смотрите вот здесь получается что кусок более мелкий здесь камушки ну то здесь в принципе можно как бы ехать вот для деток да можно даже без тапочек ехать можно спокойно зайти море все зависит от волны сейчас море немного мутновато но это как бы ей я думаю что может быть зависит от того что есть волна нет волны вода теплая ну и недвижимость гора получается что мы ее как бы с вами обошли немного старого немножко плавает водоросли но но не с телефона иначе телефон я утоплю вот знаете все показывал как есть здесь на самом деле то есть там кто говорит что в крыму людей нет народа нет народ есть дальше кому нравится движуха по народа здесь много в гурзуфе причем вот мы приезжали сюда с оксаной тогда в мае его здесь тоже было точно так же много я значит делаю вывод что здесь это место пользуется популярность ну а что касается меня я люблю места поспокойнее но каждый выбирает для себя то что нравится но в любом случае море она везде море нужно просто идти купаться что касается удобств вот насчет души ничего не могу сказать а вот передевалочная кабинка вот она одна от одна единственная то есть если кому-то можно переодеться то во всяком случае она здесь нашего нами бегают бегают плавают везде ваня сейчас здесь вымажется в песке тоже нашел себе развлечения так иди ты же пошел купаться ты ко мне обратно вернулся ну вот видите для деток то есть там ноги по крайней мере не сломаешь об камне можно спокойно здесь зайти поэтому может быть еще поэтому гурзуф многим нравится что с детьми здесь проще отдыхать детей здесь много на берегу так значит что касается проката лежаков я не знаю что здесь хок стоит расценок не видела мы пришли но так как мы пришли наверно может быть во второй половине дня то лежаки были свободны и никто с нас за них плату не взял мы накупались и сейчас кушать как же без кушать выберем как нет май бургер мы не будем мы сядем где-нибудь нормально цивильно поедим или попасть мерхаба не попали идем в мольберт пойдемте через вверх здесь наверно как-то но она панорамная там должен быть красивый вид а в мерхабу не попали знаете почему потому что дети там не одобрили меню скажи пожалуйста какой закат потрясающе питаться видом да можно посмотреть вот так вот по сторонам и наездся не задеть как большие журики да я и например еще есть не хочу мы так сегодня обедали плотно у меня еще макароны до сих пор не переварились а мы уже опять идем куда-то есть самый главный момент когда я прихожу в кафе это карты принимают или не здесь принимают это отлично это отлично это уже радует так что вид ничуть не хуже чем в алании из крепости совершенно сюда садимся главный журик обратите внимание иван андреевич который обычно две ложки супа и все меню у него самое главное меню и хлеб до банки главное хлеб соусы соусы макароны вторые блюда гарниры кеговая шашлык это вот твоя как раз таки любимая котлета которая куриная так что можешь смело заказывать котлет по киевски 300 рублей с картошкой фри хочешь опять может быть с картошкой по домашнему хотя бы такой так ну значит вид здесь вот такой вот на даче чехова многие видели на картинах да этот вид и вот теперь мы сегодня здесь увидели а вот кстати видите понтон какой внизу и вокруг него вот на этих лодочках ездить потом спустимся ради интереса посмотрим сколько это все стоит этим принесли свежевыжатый сок вань встань а то рома не пройдет пропустите мне нравятся такие видовые места вот как бы были мы вчера да вот это вот все таки вот вид моря обязательно должен быть у лены здесь что-то такая красота сегодня принесли это какой называется салат с лососем да какой-то аппетитно а рома обычно любит покислее какие-то напитки я смотрю с грейпфрутом ваня по послаще давай да я совсем не это не говорила а мне что ли уже лепешку хоть лепешку хоть лепешку о кстати отсюда открывается замечательный вид можно все пляжики посмотреть вот какая здесь линия в гурзуфе пляжей вот этот вот самый первый пляж мы проходили он самый многочисленный самый многолюдный был а вот туда чуть дальше где синенькие крыши уже более-менее посвободнее ну что вот это вот у них здесь фирменное блюдо называется мольберт в честь названия этого кафе мольберт значит что здесь есть здесь сыр какой-то фета салат подает с подачи а вот это вот свиная отбивная с написано с грибами вот сейчас я хочу ее разрез посмотреть как она сделана Нина здесь получается что она фаршированная грибами и порция здесь конечно огромная вот эта вот порция стоит 550 рублей у Вани у Вани сейчас будете меня все ругать но он наотрез вы видели он плакал по дороге шел что его заставляют здесь есть суп в общем то у него котлеты здесь по-киевски картошечка и здесь кстати подача хотя бы с овощами да чуть-чуть вот в Турции это как бы за правило всегда когда подают что-то то они подают всегда овощи к этому у нас это есть не везде кстати смотрите чтобы котлеты впитала лишний сок и жир подают ее на хлебе чтобы хлеб в себя вот это вот все впитал то есть все делают совершенно правильно ну что Ванек аппетит нагулял увидела они очень умные здесь в общем прилетела чайка в гости мы положили картошечку сейчас посмотрим она картошку ест или нет она увидела но я смотрю что выше она не подлетает прилетит сейчас сюда или нет ну наверное люди испугаются у нас сегодня прямо на балкон села да? Ваня такой я не пойду на балкон я боюсь а Ромка это не прилетела побоялась а? ну она вот ходит там внизу а сюда боится подняться да, ну что она у нас тут ей просто туда бы как-то может быть скинуть но если она сильно если она сильно голодная то она и сюда прилетит а она не упадет? кто упадет? чайка? главное чтобы Рома не упал ты на парапет ей прям вот кинь вот вниз чтобы она не упала туда прям бросай посмотрим она все кидают что-то ей туда съест или нет? пришла нет? нет она еще где-то летает кстати насчет полутора метров в кафе это порция слушайте у детей у наших а ты возьми вторую ложку ешь там еще внутри клубника похоже да? клубника? сейчас попросим у нее вторую ложку принести женщина сидит чихает прямо всех попрошу себе тоже такое тогда что-то мелочи надеюсь что она переплела Вань вкуснятия? А можно тоже такое же, клубничное? Клубничное еще одно. А это мое любимое, слушайте. Мне вот эта вот клубника, она как-то особо не прельщает. Смотри. Сейчас вирусы поймаем. Вегитория, есть такое, это, дезерк. Да, и на андзю, называется, ну, как-то так. Там, значит, такое, этот, ну, тут же такая, город, типа, горка такая. Она белая, и кусочки клубненькие вот так вот на ней стоят. Не раз, ну, что, она не чихает, ну, выйдет из-за стола, сидит, чихает. Ну, да. Стоит, короче, подножка такая у него из безе, потом идет мороженое. Сверху вроде тоже там, типа, сливок, что-то такое вот. И сверху тоже такая штучка из безе. Короче, очень сочетание. Мы не пробовали. Но я люблю вот именно такое сочетание. Это сочетание из детства, 43 копейки. 43 копеи, не говори, сидит вот и чихает за столом. Ну, отойди ты куда-нибудь, я тебя пробрала на чиху. А больше всего мне нравится. Ну, это от алкоголя, скорее всего, это уж так думаю. Ну, да, да. Вань, вкусняха? Да. Вкусняха. Ну, а я попробую сейчас мое мороженое. Это вот то мороженое из детства. 40 копеек стоило вкусное. Так, ну что, пробуем мороженое. Ну, свинина, кстати, была вкусная. Очень вкусно была. И так люблю вот эту вот крошку. Мелко-мелко она наструганная, поструганная. Слушайте, ну это вообще кошмар. Сидит напротив женщины, чихает уже на протяжении 5 минут. В то время, когда инфекция ходит в отроке, да? В общем, сейчас посмотрим с вами общий счет, какой у нас выйдет за двоих здесь. В общем, тот момент, когда очень-очень вкусно. Я Ваню ни разу не видела, что он уплетал все с таким удовольствием. Ничего, ни планшет, ни телефон. В общем, мороженое оказалось здесь по высшему разряду. Вот это место прям... Да, действительно. Ты тоже кушаешь с клубникой? Ну, клубники много, реально. Глент тоже себе взяла такое. Ну что? В общем, ну все любят клубник. А я люблю мороженое шикарное. В общем, шикарное. Мне место вот это вот понравилось очень. Вот эту вот встречу советовали мне, да? Воложьте. Ну вот здесь вот, во-первых... Ну, может быть, нам так повезло сейчас, что людей как бы не очень много. Но, тем не менее. Вот это вот наша вся еда нам обошлась 1845. Впервые за все время нам принесли вот такие вот жевательные резинки. А я откуда знаю, не знаю. А это на три подвизора. У них, видимо, хороший рейтинг. И нужно оставить, наверное, на три подвизор свой отзыв. Мольберт, панорамное кафе. Но я на три подвизора оставлять не буду. А вот в ютубе я оставляю и говорю, что действительно реально кафе классное. Ребята работают очень здорово, быстро все приносят. Еда очень вкусная, реально. Ну, а цены такие, в принципе, ну, как бы по всему Крыму. Реальные цены по всему Крыму. Поэтому, ну, вот что есть, то есть. Вкусная. Ваня, вкусная жевательная резинка. Единственное, что вот за соседним столиком там, конечно, люди перебрали конкретно. Вкусная? Ну, что там. О, смотрите, господа. Чайка прилетела в гости. Такая красотка там стоит. Слушайте, она так хотела кушать, бедная, что она аж прилетела сюда к нам в гости. Красота. Смотрите, с каким видом обалденно. Пеликанов здесь нет. Представилась вам это место. Еще бы, Верн, посоветовали бы другим? Протично. Здорово здесь. В общем, прощаемся мы здесь с этим местом. Сейчас мама выйдет. Очень, очень хорошо. Спасибо, до свидания. Очень атмосферное место. Кстати, ничуть не хуже, чем в Алании. Вид красивый, обслуживание хорошее, порции вкусные. И бескрайнее море, обзорная площадка. В общем, такси обратно до Утеса у нас 428 рублей по Волне. И сейчас я хочу показать вам. Здесь сдаются комнаты. Телефон, может быть, кому-то пригодится. До моря здесь идти где-то приблизительно, ну, минус 7, да? Может, 5. Но по ступенькам. По ступенькам, по скользким ступенькам. Ну, мало ли, может быть, здесь хороший ценник. Вы позвоните, узнаете, и вас устроит. Вот, смотрите, видите? Во-первых, первая табличка. Сдам жилье с видом на море. Вот такой вот телефон. Не знаю, это, правда, может быть, здесь просто реклама. И вот такой вот домик. Тут тоже. Вань, подожди, пожалуйста. Сдам квартиры, дома. И вот такой вот телефон. В общем, этот дом. Может быть, здесь просто реклама. Может быть, здесь именно сдаётся. Вот здесь вот, смотрите, расположен. То есть вот здесь вот останавливаются все машины, потому что туда дальше они проехать не могут. И вот туда напрямую вниз по ступенькам, по скользким ступенькам, где-то, ну, быстрым шагом 5 минут, медленным шагом 7 минут вы можете пройти. Пока мы здесь стояли, на этом пятачке здесь, видите, сколько людей. И здесь тоже сдаётся. Вот улица Ленинградская, дом 22, откуда мы такси вызываем. И здесь тоже вот такой вот номер. Завтра он может быть списанным плацом, что от Карина. Приехали, счастье есть. Приехали к нам. Сейчас вам нашу водичку покажу на пляже. Ну, мы там погуляли, хорошо посидели, приехали к нам. Хорошо, когда деньги на такси есть. В общем, дорогие друзья, огромное спасибо, что вы нас смотрите, что комментируете. Всем желаю, как всегда, хорошего настроения, позитива, добра, скорейшего выпуска. И обязательно увидимся с вами вновь. Слушайте, у нас тут тоже красота. Сейчас я камеру переведу. Отдыхать, конечно, хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok